Всем привет! Продолжаем играть в Prey. Сейчас мы находимся в механическом цеху. Мы открыли люк, который ведет к доктору Лоренце Кальвина. Но это у нас основное задание. В нейромодах я прокачала способность чинить лифты. Вот нашла. Еще уже в следующем уровне, в ремонте 2, можно чинить гравилифты. А, это, наверное, не тот лифт. А здесь написано, что можем чинить гравилифты. Это, наверное, вот здесь, рядом с механическим цехом. Я все-таки добегу и попробую починить. В тех местах, где я уже была, где нету мимиков, нет никакой опасности, где я все зачистила, и нет ничего нового и интересного, эти моменты я буду вырезать и сокращать. Просто здесь по кораблю можно перемещаться свободно. В тех местах, в которые мы уже были, они не блокируются. Можно несколько раз возвращаться, если мы что-то пропустили. И для своего удобства, и для вашего просмотра. Потому что мне нужно будет все равно это обрабатывать, выгружать намного дольше. Я поступлю именно так. Сейчас я хочу проверить все-таки, добежать до главного холла. Потому что я, конечно, не уверена, что это задание исчезнет. Если я пойду по основному сюжету, вполне возможно, можно вернуться. А может быть и нельзя. Это задание мы уже с вами практически выполнили. То есть мы открыли вот этот главный люк к доктору Лоренцо Кальвина. И аппаратную лабораторию. Туда мы можем попасть. Это здесь находится. Еще нам нужно установить нейромо, для того, чтобы можно было выходить в вакуум. Но все по порядку. И еще я какие-то ключи здесь находила. Так как я научилась делать патроны и аптечки, аптечек у меня достаточно много, я играю на высоком уровне сложности. Я хочу проверить, есть ли возможность переключить на кошмар. И аптечки я могу еще сделать. Правда, нужно будет возвращаться либо в его кабинет, там, где у нас фабрикатора. Может быть и в других отделах, куда мы еще не попадали, тоже будут фабрикаторы. И я вот хочу посмотреть здоровье врагов. Вот это, кстати, можно включить. Здоровье врагов, чтобы мы видели. А, тут все включено. В сером отмечено. Что это? Сложность, да, мы можем переключить на кошмар. На кошмар переключаю. Посмотрим, как у нас сейчас дело пойдет. Сейчас проверю, у меня подтвердилось все. Да, на кошмар переключила. Так, от радиации также у нас есть схема. Мы можем изготавливать антирад. Здесь он называется. В фаллауте антирадин назывался. В шприце мы подбирали. Лечилка от радиации. В общем, здесь мы все с вами прочитали. Еще в прошлый раз. И давайте заглянем в данные, ключи. Что же мы, какие пропуска мы подобрали. Каюта Йоргена Торстейна, по-моему, мы там не были. Я хотела зайти. Это как раз в Дихоул. Я знаю, по-моему, где это находится. С правой стороны я несколько раз туда пыталась попасть. И внутри там еще один кабинет, связанный с заданием. Возможно. Здесь мы были. Здесь мы были. Здесь, по-моему, тоже были. Здесь тоже были. И вот у нас еще коды есть. Какие-то двери были закрыты. Какие-то коды мы еще нашли. У меня еще такая мысль появилась. Гипсопушкой хотел я пользоваться. Прокачала два раза. У нас освободилось еще место. Так как я установила нейромат, нам дали еще дополнительные ячейки. У нас тут есть заначка в холодильнике. Я оставила дротикомет. Удобнее будет стрелять именно такими дротиками, как мы стреляли уже в закрытого пациента. Кстати, достаточно быстро, по-моему, его вырубили. То есть, если, например, в человеке есть сущность, то автоматически, по-моему, человек вырубается. При том, что мы его не убиваем. Он, наверное, засыпает. Может, как снотворное. И эти мимики уничтожаются. По-моему, так и произошло. А здесь не так высоко. Если было бы выше, он бы мог повредить себе что-то. У меня есть способность, которая замедляет время. Я в предыдущей серии ее поставила. А, вот, приманка для тифонов. Утилизирующую гранату я еще не пробовала. Не знаю, где даже ее применить лучше. А, в пистолете боеприпасов... Подождите, я же много делала патронов. Неужели я все потратила? У нас есть еще дополнительных три набора для костюма. После того, как мы нашли роботов, которые нас могут вылечить, и те, которые здесь работают на цеху, они могут отремонтировать наш костюм полностью. Видите, у меня еще остались. Нам это пригодится на кошмаре. Сейчас посмотрим, как будет играться. Это у нас запчасти. Как раз для ремонта. Вот, смотрите, я тогда не смогла починить. У нас турель здесь. Починить две из трех у нас. Запчасти нет. Вот этот вот люк мы уже открыли. Я могу уже по основному заданию идти. Я все-таки вернусь. Эти фоны периодически здесь появляются снова. Каждый раз, когда я перезахожу в игру, мне кажется, они здесь возобновляются. В начале я не знала, что с помощью гипсопушки можно тушить огонь. Теперь я знаю. А еще вот сюда нам нужно попасть, да. О, у нас теперь появился ключ от этой двери. Я здесь еще не была. Сохраняюсь перед этим. Смотрите, здесь у нас изучали лабораторию баллистики. Да, я здесь не была. Видите, там у нас мимики. Как подопытные кролики сидят вот в этой капсуле. Сейчас немножечко втянулось и стало даже интересно, могу сказать. Так, сейчас, наверное, они выберутся на свободу. А, скорее всего, нужно будет что-то сделать. Сейчас я здесь все осмотрю. Что по поводу взлома сейфа. Так, это взлом первого уровня. И, в принципе, его реальнее открыть, чем второго уровня. Я же открыла. Я его закрыла заново. Взлом удался второй раз уже подряд. О. Я просто его закрыла обратно. Тут, оказывается, так можно сделать случайно. Ну, ничего страшного. Если бы это был взлом второго уровня, нам пришлось помочь. Больше терпения нужно. Так, панель управления здесь в целости и сохранности. Это мы уже можем нести, перетаскивать какие-то тяжелые предметы, для того, чтобы куда-то залезть. Такую тяжесть он еще далеко не может кидать, скорее всего. Даже вот можно просто на табуретки проверить. Вот, видите, табуретку уже может кидать. А в начале мог только книжки, какие-то легкие предметы. Телефон, например. Заначки вот можем теперь для лилии. Новый код 1471. Так, в копилочку. Сейф отдела баллистики. А я его уже так взломала. А мы с вами мучились. Мы теперь получили ключ от сейфа баллистики. Это здесь. В общем, оказывается, можно даже за ящиками проверять, их перетаскивать. Где-то у нас здесь могут лежать заначки. Какая-то жидкость здесь в лаборатории пролита. Вон они, красавцы. А что-то они бьются об стекло и не вылазят. Там, по-моему, открыт с той стороны. А нет. Вон они своими этими, прямо из стекла. Щупальцами. Тянутся к нам. Запчасти. Записка. Дата инцидента 21 октября 2034 года. Описание. Утилизирующая граната взорвалась и зацепила мою ногу. Органический материал, который был частью моего тела, теперь спрессован в шар, который вы видите перед собой. Будьте осторожны. То есть, утилизирующий материал, там часть его ноги. Это должно вызвать настороженность для нас. Нам какая разница. Все равно он из этого делает либо патроны, либо оружие. Побочный эффект какой-то может быть, если из органики человеческой утилизировать в эти капсулы и использовать в создании оружия или каких-то других схем. Я не знаю. Нас почему-то предупредили. Смотрите, сейчас мы можем открыть камеру. Утилизирующий гранат или М-заряд. Контейнеры для гранат. Контейнер для гранат внутри, а там мимики. Если мы хотим получить их, нам нужно открыть камеру. А давайте попробуем запустить утилизирующую гранату. Утилизирующий, запуск утилизирующей гранаты. Можно было взять либо гранату, открыть камеру и самим с ними разобраться. Я просто посмотрела, как она в действии. Теперь знаю, что это такое. То есть, здесь очень много вариантов прохождения игры. Якобы. Для свободы выбора игроков. Таким способом они хотят проходить игру. Здесь тоже у нас был выбор. И у нас есть еще одна граната. Я все равно хотела ее использовать где-нибудь. Поэтому мы заодно посмотрели в действии утилизирующую гранату. Теперь я буду знать. А так, в принципе, мы очень много материала собираем. Его тоже куда-то нужно надевать. И в любом случае нужно будет это все утилизировать. Просто, возможно, есть какие-то места, где очень много мусора. И сразу же бросить гранату. Ибо какой-то здесь может быть дефицит в этом. Так, это на шкафе, нет? Так. Так, это у нас теперь главное задание. Морг лаборатории психотроники. Слушайте, а вот этот морг с другой стороны, через кабинет доктора, ее можно попасть. Я вам про него рассказывала. Починка. С той стороны мелькает, что-то чинить можно. Спасибо. Спасибо. Я не знаю. Только не знаю. Это че? Ааа, это не так работает. Вот так работает замедление времени, а я выбирала у нас здесь на быстрые клавиши. Я ее сейчас только что потратила. Я не знаю, сколько она будет восстанавливаться. Но видите, она восстанавливается. Вот так вот замедление времени работает. Ну, в общем, все с вами протестировали. Можно быть спокойными. Вот это грави лифты. Их можно чинить теперь. Правда, я не знаю как. Че-то я не вижу. Наверное, опять же, из каких-то панелей управления. Общей. Панели, которая отвечает именно конкретно за грави лифты. Ааа, это мы с той стороны. Где у нас ведут презентации. Он здесь как раз кого-то убил. Он до сих пор здесь. Сейчас я его убью и здесь буду разбираться. Мы подобрали рычкомет. Рычкомет у нас не появился. Опять. Продолжение следует... Продолжение следует... Что-то из дротика как-то... не айс. Получилось у нас. Подождите, что-то мне из дротика не понравилось. Не устреляет вообще никакой эффект. Против людей, наверное, стоит использовать. В общем, сейчас его потяжелее мы убивали, так как я на кошмар переставила. Смотрите, у нас склад какой-то насобирали. Тут всего сейчас утилизируем. Тут у нас фабрикатор? Нет, это у нас утилизатор. Кинестический помощник КРУ-Х1 ускоряет восстановление выносливости. О, это чип. Чип в костюм. Ничего себе, такая игра долгая, что здесь прям-таки мы можем прокачивать еще чипы в костюм. Чипы у психоскопа. Плюс ко всему нейромоды. Нифига себе. Что, реально такая большая игра? Слушайте, а что это у нас такое-то? Пси у нас. Что-то с ним нету. У нас есть таблетки. Инъектор восстанавливает 48 единиц пси. Как раз нам и нужно. Хорошо, он нас испугался после схватки с этим существом. Ладно, теперь я буду знать. Андрейтикомет почему-то у нас не установился. Я же его поставила на цифру 5. Почему-то его здесь нету. Внизу на панели видно, что он под цифрой 5, а здесь нету. В общем классная способность. По поводу замедления вы получили чип. Нажмите 1. В принципе эту способность можно в самом конце поставить. Боевая концентрация 20 секунд. Третий комет куда-то исчез. Хотел его в самом конце поставить, но не обязательно на панели включать. Эту способность она включается с помощью правой кнопки мыши. В общем здесь прорванная труба. А вон легко можно потушить с помощью гипсопушки. А у нас есть по-моему для оружия. А нет, это у нас запчасти набор для ремонта костюма. Это не надо. Те дротики, которые мы используем, их можно повторно собирать. Таким способом мы экономим наши заряды для дротика меда. Он почему-то отсюда не уходил. Давно он уже здесь у нас обитал. Убил какого-то доктора. Я думаю он отсюда уже давно ушел. Оказывается нет. Хорошо, что его слышно. Он издает такие громкие звуки, что его очень хорошо слышно. Давайте попробуем залезть. Из гипсопушки, когда мы стреляем гипсопатронами, гипсокамнем стреляем, можно делать такого рода мост, чтобы куда-то залезть, куда мы не можем. Если нет предмета, который можно перетащить, либо если у вас не установлен нейромод, чтобы перетаскивать тяжести. Я беру только боеприпасы. А в принципе я сейчас возьму гипсопушку, не прокачанную. Сейчас мы внизу утилизируем. Новая аудиозапись, давайте послушаем. Доктор Торстейн, где вы? В механическом цехе. Я только что... Я слышал взрыв. Это неважно, хватайте что можете и идите в мой кабинет. Мы эвакуируемся. Что? Что мне нужно? Нейромоды, экзотическую материю. Скорее, встретимся в моем кабинете. Да, сэр. И прихватите с собой гипсопушку. Здесь у нас люк. Давайте посмотрим, куда он нас ведет. Я сюда еще вернусь. Просто сразу же хочу все собрать, вернуться и утилизировать запчасти. Так, беру и пистолет, и боеприпасы. Пистолет я утилизирую сейчас. Морка лаборатория психотроники. Смотрю, можно как-то вылезти отсюда. Еще тайный морг находится в кабинете доктора Ю за его монитором. Или проектором. По-моему, монитор был. Не успел он убежать. Эвакуация была. И мы могли бы успеть. Столько у него. Хотела вот, да, что вспомнить. У него брат, старший он ему или младший, напишите мне, пожалуйста. Алекс сделал специально, чтобы после установки нейромода у него повторялся один и тот же день. И он вообще не помнил даже какие-то фрагменты после установки мода. То есть, новые события, они как бы записываются. А Алекс сделал так, чтобы у него был только один день. Но после установки мода все воспоминания, которые находились до установки мода, нейромода, они стираются. И мы читали запись в каком-то кабинете, то, что если кто-то об этом узнает, а тем более его брат, то Алекс очень сильно будет испуган. Алекс хотел починить себе силу вот этого главного тифона. Он его изучал. С помощью нейромода он хотел себе внедрить этот нейромод. То есть, сначала хотел, чтобы эту силу установить в нейромод, как-то поглотить силу из этого тифона. И потом внедрить себе этот нейромод, чтобы управлять его силой. Мы читали запись. И он очень боялся, что его брат об этом узнает. Вполне возможно, именно для этого он стер ему память, чтобы его брат не смог вмешаться. Потому что, видимо, у них разные взгляды на работу, на исследования. Взгляды, как у ученых. Возможно, у нашего доктора Ю более гуманные. В целях для улучшения жизни людей, для упрощения жизни людей. Но не как для того, чтобы мучить людей, как подопытных. Ухудшать жизнь людей, которые необходимы для исследования, чтобы достичь своих целей. То есть, у Алекса вижу цель, не вижу препятствий. То есть, человек, видимо, может идти по головам. Как видите, часто такое бывает. Вроде растут в одной семье люди. А тут уже независимо от этого бывает. Потому что характер формируется до 8 лет. И порой ребенок уже рождается какими-то определенными чертами. Да, они родились у одних родителей. Но генная база, которая находится у них в генном коде, взята из огромного древа рода. Который идет и по женской, и по мужской линии. Начиная от прабабушек и прадедушек. Заканчивая уже далеко за 6-7 поколение. Поэтому это такая тема сложная. И один ребенок берет одни черты не обязательно у родителей, а через поколение у кого-то. У прабабушек, у прадедушек. А другой ребенок по какой-то причине берет другие гены. Еще есть такая теория, когда мужчина и женщина в любви создают детей. Точнее, они его делают. Вы все знаете процесс делания детей. Так же, как мысли влияют на нашу жизнь негативные, положительные в этот момент. Когда родители закладывают определенные мысли, установки, каким они хотят видеть ребенка. Вплоть до черт характера так, кстати, и создается. Ребенок это очень древние знания, которыми пользовались наши предки древних славян. Это очень было важно, они в это верили. И там есть процесс и поэтапные пункты, которые нужно было соблюдать перед тем, как зачать ребенка. То есть нужно было там поститься, воздерживаться, вести праведный образ жизни за 6 месяцев до этого. У кого там какая вера, у кого какие традиции в семье. И дальше уже вот этот момент мать с отцом обсуждают этот момент, каким они хотят видеть ребенка. И закладывают вот эти вот черты. А когда ребенок создается хаотично, то есть у кого-то была мысль, они это не обсуждали. У отца одна мысль была, каким он хотел бы видеть ребенка, а может быть даже просто мимолетная какая-то мысль. У матери совсем другая. И получается такой вот микс. Душа она состоит из энергии, энергия всего рода. И в том числе родители закладывают эту энергию. Душа она бессмертная и бесполая. Вот этот дух, он приобретает вот как раз те черты, которые как попало, как получится, делаются. Я думаю, что эта теория не работает в 100% случаев, либо кто-то захотел это соблюсти. По той причине, что у многих людей в 80% очень слабая энергетика, очень загрязненные каналы, очень загрязненные роты, очень загрязненная душа. Поэтому даже если это все соблюдать в 50 и 60% случаев, а может и больше, это будет всего лишь на теории. И самый важный пункт это когда человек истинно выбирает осознанного партнера, с кем он хочет быть. А как определить, что это тот партнер, когда заканчивается поиск внутри человека, он чувствует это внутри себя. Это значит, что истинно это ваш партнер. Этот разговор можно вести с людьми, у кого все-таки присутствует эмпатия, хоть в какой-то мере. Кто любит природу, у кого есть сострадание, такими чертами, кто обладает. В большей степени можно поддерживать такой диалог и эту тему обсуждать, которую я сейчас затронула. В любви, если создается ребенок, дальше уже то, что я перечислила, имеет место быть. Во всех других случаях, если люди не заинтересованные в этом, они даже не задумываются, для чего им дана эта функция. Эта функция на самом деле творца, а к ней относится как сливание чего-то в туалете, извините меня, за грязное сравнение, но это так. И потом получается ребенок, тоже неизвестно какие черты притянувший в себя. Как попало, как получится я это называю, делание детей. Так давайте с вами займемся утилизацией. Потому что как я начинаю в какую-то тему погружаться, потом отвлекаюсь от игры. Так, мы с вами утилизируем пистолет, гипсопушку непрокачанную. Это у нас патроны от дробовика. Картошка фри, заливные угри. Орган тифона, это тоже можем разобрать. А вот по поводу моток проводов. По-моему, у меня был острый необходимый, и я их уже перерабатывала. В общем, у нас ничего не сбилось, мы играем на кошмаре. Да, я установила кошмар. Так как обнаружила здесь такой плюс большой для нас. Мы можем сделать себе огромное количество лечилок. Еще хотелось с этой стороны проверить, что у нас здесь. А, тут я уже была, да, это выход. Мы с другой стороны зашли. Периодически нас пугают всякими звуками. И вроде бы уже к этому привыкаешь и думаешь, что... Да нет, это для атмосферы. Тут постоянно потряхивает эта станция или корабль, я не поняла. Да, в космосе мы находимся. Да, а потом внезапно слышишь шаги. Сначала я спутала это, думала, помехи на экране телевизора здесь, в коридоре. А потом мы сюда вернулись. Второй раз оказалось, что это у нас Стефон здесь прогуливался. Что-то ползает. Каким-то образом они периодически появляются. Я пойду, дойду до лифта, хочу кое-что проверить. Все-таки нам нужно найти пропуск доктору Беллами. Он находится не в своем кабинете. Нужно до него сейчас добраться, взять у него пропуск от его кабинета. И вернуться в его кабинет. В травмпункт. Доктор Беллами. А, нет. С ним что-то произошло, и его отправили в травмпункт. Нужно было срочно, по-моему, сообщить, что что-то с ним не так. А, возможно, не успели. И он был отправлен туда уже после смерти. Варк лаборатории психотроники. Как раз через кабинет. А я прямо сверху сейчас спрыгну. Можно так сделать? Я сохранюсь перед этим. Давайте попробуем. Да, можно. Сократила путь. Нам все равно сюда. Вот это вот. Пропуска нету. Надо починить лифт. Мы можем его починить? Надо туда. Блин. Сейчас попробую откатиться охранку. Туда можно как-то спрыгнуть? Это я откуда спрыгнула? А, нет. С того этажа надо выше. А как нам выше подняться? Как нам починить? Что это за звук такой? А, нет. Там и были. Там и были. Гипс. Заряды от гипса пушки выдерживают вес человека. Мы читали с вами. Мы сейчас можем взламывать сейфы второго уровня. Но для этого нужно возвращаться практически в самое начало. Мы пропустили там сейф. Но мы его не пропустили. У нас не было этой способности. Приятного аппетита! Субтитры делал DimaTorzok